Кстати, сам газопровод уже построен более чем наполовину. Мой коллега Арсений Молчанов отправился непосредственно на участок в Балтийском море и выяснил, какие технологии используют для прокладки магистрали по дну морскому. Мы в аэропорту Пулково. Это Ми-8, а на мне специальный водонепроницаемый костюм. Сейчас мы пролетим примерно полтора часа, 180 километров, до трубоукладчика в Балтийском море. Вот как выглядит судно с воздуха. Солитер – один из пяти строителей Северного потока-2. А это та самая труба, по которой в 2020 году должен пойти газ из России в Германию. Что снаружи, что внутри этого плавучего завода может показаться. Движется именно труба. На самом деле, раз в 7 минут после сварки двух отрезков, Солитер продвигается в сторону России на 24 метра. Вон позади нас идет укладка труб. Двигаемся мы вперед, в сторону российского берега. А сейчас мы работаем в российских территориальных водах на глубине 67 метров. На этом протяжении нам нужно уложить газопровод. Сегодня уже готова ровно половина проекта. Но возможно, что часть маршрута придется корректировать. Даня – единственная из пяти стран, мимо которой идет магистраль, не дала разрешения на стройку в своих территориальных водах. Слушание по альтернативным маршрутам Копенгаген проведет 19 июня. Это и есть план «Б». Две заявки у Дании на рассмотрение. И нас попросили разработать три варианта маршрута. Мы это сделали. И сейчас в ожидании ответа по третьей заявке. Сделано все, чтобы защитить коммерческие интересы компании. Но работа никто не останавливает. Скорость укладки больше трех километров в сутки. То есть быстрее плана. Посменно на судне трудятся больше 400 человек из 26 стран мира. Тут собрались специалисты из разных стран. Англия, Польша, Россия, Бельгия, Бразилия, США. Испанец Пас Кура отвечает за мониторинг сварки и стыковки труб. Большая часть работ здесь автоматизирована. Вот у меня тут мониторы. Я наблюдаю. Магистраль протягивают не от берега до берега, как можно подумать, а частями. Полностью уложен отрезок в немецких водах. Практически полностью в шведских. Половина финских и столько же в российских. Нитки должны в итоге состыковать с терминалом в Устилуге. Солитер работает не один. Обычно к нему пришвартовываются два трубоперевозчика и начинают перегрузку труб. Работают без остановки 24 часа в сутки. 16 труб каждый час с одной стороны и 16 с другой. 32 трубы в час получается. Участники проекта говорят, что по технической части проблем нет. Все оборудование уже закуплено. Даже если Вашингтон ведет санкции против подрядчиков Северного потока-2, тех самых трубопрокладчиков, работу останавливать не собираются. Мы хорошо подготовились. Проект начался не вчера, несколько лет назад. Поэтому все трубы уже произведены. Практически все трубы уже обетонированы. Находятся на логистических центрах. Поэтому строительство идет по графику, без каких-либо задержек. И проект обеспечен всеми материально-техническими ресурсами. Еще одно препятствие для проекта – европейская газовая директива. От «Газпрома» могли потребовать, чтобы к трубопроводу имели доступ независимые поставщики. Однако в итоге Брюссель сделал исключение. Ключевые решения будет принимать Берлин. Потому что именно он начнет получать российский газ. Арсений Молчанов, Никита Корнеев. Вести из Балтийского моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова